Вот сегодня пятница 22 января 16 утра Что делать? Зажимать не знаю, что просится Пикаешь? Не знаю Отключить, отключить А? Нажать нет? Нет, отключить, отключить Но оно не совсем отключится там Ничего не отключится Ого Нак-так-так Надо было соединить Сухоцкого нету Сухоцкого есть 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 Я не понимаю, когда подцепляется, тут пикает Что нажимать-то на Не знаю По-моему, это даже хуже в этот цвет Вот Смотри, какой светлый Бесокый Прям Совсем Мне глаза ничего не видно Мне это не нравится Знаете? Вот так вот А ну-ка дай тот свет, посмотрите Пускай горит Пускай горит Так, это что делать? Отключать? Отключать? Отключать что ли? Отключать, да Что не, лис? Лисы, лисы Ну-ка попробуй сейчас все еще Ну, а так вы в темноте, я на вас поворачиваю, вы в темноте сидите Ну, тогда включать надо Вопросов нет Это, видишь, это Сергею нужна именно для скайпа такая лампа А для такого разговора, ну зачем, я лучше выключу Ему для скайпа надо эту разговору-то, а не для этого Так, нормально Ну, он только на камере главный, а ему главное для скайпа, для глазка Ну, опять Игнать, значит, тоже берет Для скайпа Что, он нажать что ли? Я не знаю, может это кто, Сергей выходит, что ли, или что? Ну, что делать-то, куда нажимать? Ну, Сергея спросите, Пупков, здесь он, нет? Сергей Пупков здесь Пупков Вот Вячеслав Александр из Сыковской Украины, вот зверь пикает, ну что делать-то, где нажимать-то? Вы этот закройте, а этот откройте Вот этот закрыть? Да Ничего себе Ну, что, ну Сергея-то нету Ну, как люди-то все здесь Я счет закрою, ты меня вышибет и все Счет советую Ну, вы эту нажмете Вот эту? Вот эту нажать, ребята Ну, нажмите, не знаю, почему Будучи друзьями его, послав ему просили не показываться на зрелище Между тем, одни кричали одно, а другие другое Ибо собрание было беспорядочное И большая часть собравшихся не знали, зачем собрались Толкование Ученики не позволили Павлу вторгаться в возбужденную толпу Так любили его все верующие И Павел слушает их Так как не был честолюбив Таково уже свойство толпы Она устремляется туда или сюда безотчетно Подобно тому, как огонь, брошенный в лес Я вот когда это место читал У меня сразу в мыслях Игнатия Тихоновича и Егил Многие люди, как бы, его отговаривают Ну, понятно, тут там Люди-то чем занимаются? Террористы, головорезы Вот Ситуация похожая И здесь вот написано, что Павел послушал Я не призываю, что там Игнатия Тихоновича нет Я наоборот, как бы, на все воля Божья Если это угодно, Богу, эта поездка у нас совершится Вот Но в этом месте почему-то вот Павел послушал друзей Не пошел Что это за ситуация тогда была И почему он их послушал все-таки Кто может Собрание было беспорядочное? Собрание было беспорядочное А ИГИЛ это совсем другая организация Там порядок? Там власть? Ну, мы сейчас с ИГИЛ как бы Мне вот в то время вот интересно Не, в ИГИЛ тоже там люди разные И просто ситуация другая Я думаю, что Игнатий Тихонович сам знает Зачем он доедет Как бы Я не к тому, что вот Павел послушался друзей А вот Игнатий Тихонович не слушался Нет, я просто Тогдашняя ситуация Почему вот он послушался Вот он собрался уже Хотел войти в народ Но ученики не допустили его Ну, я думаю, что он увидел, что беспорядки Беспорядочная толпа не слушает ничего И все кричат, что попало там Я хотел, что там это Никто его слушать не будет Так, то есть там все кричали Велика, богиня А вот это вот Артемида Какая? Артемида Эфесская Артемида Эфесская То есть ижечники, они возбужденные Это вот все равно, что вот на Майдане Вот они вот кричат, вот как вот зазомбированные Руками машут, хаек Гитлера или что там Маскаляку, нагеляку Ну и правда, что к таким как бы На Майдане-то еще там слушают А тут вообще то, что непонятно, что происходило Собрались и не понимают, зачем собрались А, то есть то собрание не понимало, зачем они собрались Да, или... Ну написано Да, да Да, Сергей Ильин Я думаю, здесь дело совсем в другом Павел послушался братьев Почему? Потому что еще не пришло его время Как бы он еще не все проповедал людям А с Игнатием Тихоновичем не совсем корректно сравнивать Игнатий Тихонович, как бы я думаю, ищет венца мученического Поэтому, как бы... А то, что там и толпа, и там, и там, она в этом отношении абсолютно одинакова Движимая бесами Сатаной, какая разница, что... Ну, просто апостол Павел еще не пришел часто Да он понимал это, и все Вот разница Ну, знаете, что говорите Ну, видите как Люди, которые ничего не делают Они попадают под то, что сказал Григорий Низский Это родной брат Василия Великого Как-то он описывал то, что произошло с Макриной Она тоже святая Життя святых, их родная сестра И он написал, как она выздоровела от какой-то верет Что за верет этой болезни Я подумал, что это какая-то раковая опухоль Какая она была целомудренная А люди не поверили И он сказал Люди верят только в то, что сами могут сотворить Вот весь ответ Что бы ты ни делал Ну, что бы ни делал, какой-то вот... Внук и дед На осле едут Люди, о, двое на маленького животного Дед слез, внук сидит Ой, сейчас старик с ума сошел Идет пешком Временились местами, точно так же стали судить Тогда они осла на себя посадили Хоть что делай, никак Вот что я пишу когда письмо Я писал в ООН раньше Доходили до патриарха, где Горбачеву писал, там, Ельцину, всем писал Но вот два дня назад я начал писать письмо И очень быстро, и хорошее письмо Определяю Рамзану Кадырову, чтобы он помог в этом деле И вдруг До конца почти письмо дописано, и я остановился Не пишется и все Молюсь, а два дня ни с места не могу сдвинуть Не то, что у меня мысли исчезли А нету, смотрю и как будто бы Не дописывай письмо Не дописывай И я его послать не могу Я не могу этого объяснить Но вот это может быть то, что Я все время об этом молюсь, и многие люди молятся А другие да пиарятся, стараются, да то другое Они, ну, мирские люди, мирской язык У меня такая программа, которой ни у кого еще не было И она могла бы принести плод Не только мученический, а для них и для страны Но Бодливой корове, говорит, Бог рук не дает Вот так Все Помоги, Господи Ну, во сколько может и Бог обстановить, Игнать? Два дня повторяю, два дня Я целыми днями дома работаю, письмо открываю Дописано фактически Взял конверт Не пишется, ни рука не пишет, ни пальцы не чакают на клавиатуре Объяснения никакого не нахожу Просто Кто-то меня держит И все И не могу ничего сказать Молюсь о Рамзане Кадырове На него страшные покушения готовятся Сейчас во всем мире буквально поднялись на него Подготавливаются, чтобы его свергнуть И ворота открыть на Россию всем Которые хотят зло сделать Он нуждается в помощи Прямо убеждайте людей, чтобы помолились, чтобы Господь его сохранил И, конечно, и нашего президента Владимира Вот, а это написать я хотел У него связи очень большие Но Написано фактически письмо Там подписать и печать поставить Не могу Рука не движется Вот так Плава Богу Да что интересно Вчера у меня была авария Попутно скажу У меня голуби наверху Я полез брать пшеницу Для тех голубей, которые здесь И взял банку И попутно горох лущеный Вторую банку А валенки подшиты Транспортерной лентой А лестница Идут там палочки Она со льдом Начал опускаться Буквально со второй Это больше двух метров Метра два с половиной Я не извергся И мне с головой полетел оттуда Первый раз в жизни Полетели мои банки А Никита в это время увидел, как я падаю Понимаете? И правую руку повредил Ну немножко Немножко пришли Тут помолились Ну что там Все развалено Володя Скорее давайте От снега освобождать Никита полез Достал пшеницу Игорь Дыбунов Начал меня перебинтовать Я гляжу Там кость Он говорит Это не кость Это жир видать На руке Жир Нашли на коленке У воробья жиру Ну вот Правая же рука Которая должна была это подписать И я упал И ударился В сугроб Хорошо лег Лег сначала Покрутился Нигде еще не сломано Главное ничего А эта рука Которая болела Левая Она у меня как будто Выздоровела сразу Такие еще и деса бог делай Почему? Молятся Молятся Так что до кости Действительно что ли Это снесли себе? Ну я знаю Вот Если видно Я покажу Даже вот Если можно сказать Вот в этом месте Под этой Он сделал как Ну белая Как кость А Игорь говорит Это не кость Это подкожный жир Ну Замотали Все Я знаю Что лучше лекарства Помочиться На руку Перебинтовать Ну вот Какой-то Перекись водорода Там что-то Намотал А это плечо Даже Никому не дался Лечить Такие советы Мудрые Врачи давали Уже практически Вот видишь Я руках Шевелюсь Все А правое Чтобы не подписывал письмо Я так понял Я так понял Как знамение Какое Господь вас бережет Игорь Петрович Видимо так Так что Нажать здесь? Нет Закрыть конечно Что пикает? Закрыть надо Или еще Сергей? Закрывайте Кто-то собирает Там опять Ну Ладно Закрыл Простите Я пару слов Сергею Ильину скажу Благодарю За то Что ты сказал Какой фильм Он сам и есть Гром ярости Мудрые у нас Собеседники Сергею прямо поклон делал Я сколько искал этот фильм Все отошел Так Тридцать третий Тридцать четвертый стихи Вячеслав Читайте По предложению иудеев Из народа Вызван был Александр Дав знак рукою Александр Хотел говорить народу Когда же узнали Что он иудей То кричали все В один голос И около двух часов Кричали Велика Артемия Ефесская Толкование Почему Александр Хотел отвечать народу Оправдываться Ведь его не обвинили Ведь его не обвиняли Чтобы улучить минуту Дать всему Сижу Улучи меня Отключи Что я не следую Залезла Чтобы улучить минуту Дать всему Другой оборот Утишить гнев народа Тормози Залезла опять Она говорит Отключи меня Ну что Идем дальше Так Значит 33 33 Да Что Читаю 33 34 35 36 Читаю 35 36 Пока я выходил Из этого Да 30 Да Блюститель же порядка Утишив народ Сказал Мужи эфесские Какой человек Не знает Что город Эфесс Есть служитель Великой богини Артемиды Идиапета Если же В этом нет спора То Надо бы вам быть Спокойными И не поступать Опрометчиво Толкование Справедливое Сука Отключи Надежду Сергей И не бери ее Никогда Отключи 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 совсем Отключил я ее Отключил Хоть кто-то еще Один Справедливая Сука Изна Отмечал Книжник Нажать надо Нет Не сказал Какой человек Не знает Артемиды Так что же Вы шумите Как будто Это неизвестная Вещь Выражение Служитель Собственно Служитель Выметающий Или очищающий Храм Диапета Называется Куполообразный Храм Зевса Или изображение Афины Паллады Называвшееся Палладиум Относительно Которого У Еленов Существовал Миф Будто Оно Было Сброшено Зевсом С неба А не людьми Сделано Это для Изумления Людей Наивных Ну что здесь Сказать Вот Блюститель Порядка Вот здесь Показал себя С лучшей стороны Я считаю Начал Разбираться Ситуации Ну да Идем дальше Давайте А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же День Дмитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы. Путь Жалуются друг на друга. Да 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 А если Вы ищите Чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными Она не открещена Подвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Толкование Кротко порицает их, показывая, что они поступили опрометчиво, и что не следовало делать общие сходки из-за частных вин. Суды, суть есть полицейские. Проконсулы же имели дело с тяжбами людей богатых и с уголовными преступлениями. Прокончилась 19 глава Собаками забирают Как сейчас, не надо собирать бунтовать, надо идти в суд, собираться через суд с частными вопросами. Да Бунтоваюсь Вот Интересно, Игнат Тихонович Люди вас просят, чтобы вы не ездили, а Господь так делает, что ли, и останавливает даже Благодарю Так получается Ну раз ко мне уж как бы обращаются Сережа, не обращай внимание на то, что не нужно диапета этих Не надо это все, проходи это быстренько, прочитали и вперед Потому что очень важные будут места Почему именно кричали, слава КПСС И одно только слово не так, все сажали, человека расстреливали Это все так и продолжается, только другие Какие это плакаты Слава КПСС коммунизму Просто надо переводить на сегодняшний день, слово Божие живо и действенным И идти дальше вперед И что я могу сделать Вот сегодня конкретно настоящий момент Какие препятствия к тому, чтобы выбрать правильный пульт Все кричат одно, а у тебя другое И что отвечать Это урок идет, очень большой урок И правильно поступают эти, которые руководят городом Выводы нужно делать И применить к себе, как бы я поступил сегодня А сегодня эти митинги пойдут и везде Участвовать, не участвовать Будут осуждать там и кого-то Так, вывод какой сделать Вот вывод этот, главный вывод взять Для себя А если никакого вывода нет, то голова будет расти, а сердце пустое Ну, вывод какой можно сделать Ни на какие провокации не поддаваться Ни на какие битинги не ходить В бунтах не участвовать Все это не от Бога Все это угодно сатане Людей друг с другом поссорить Всех, чтобы кровь пролить Дьявол лжец Он обманывает Там, слава Артемиды Слава КПСС Там, слава... Чего угодно слава Слава той же демократии Можно Слава коммунизму Коммунизм Замерили на демократию Те... Те какую-то свободу выдумали И вот и все И пошла рубиловка А сатане то и надо Он стоит в ладошек лопает Вот дурочки там Все Вот эти вот Оранжевые революции Там, как то Я вот смотрел Пятая колонна Предатели И все И пошла Друг на друга натравили И все теперь Главное врага найти общего И все и вперед От песни С христианом Это отношение не имеет Никакого Бунти Вот эти вот Революции У нас совсем другая Жить будет Войны Часто вот Ростов А что вот Будут твою мать там Сестру насиловать А ты будешь стоять В стороне И не защитишь Такие Провоциклонные вопросы Ну как Там же сейчас вот Пойдут там И что Я вот Душенова вчера Вчера смотрел Православный крестец Во имя Отца Сына Святого Духа Все В тюрьме Отсидел Помогали ему Я отлично Тоже Помогал Все С автоматом Затвором Все Мы православные Парни православные Там Мы православные Все Не увязываются Это с учением Христа Незапонимания Так же Как вот В исламе Они Неправильно Вернее Как вот Игнат Степан говорит Хорошо что Мусульмане Не читают Коран Не знают Коран Потому что Если бы они его знали Они бы все были бы Как вот То что делает сегодня ИГИЛ Прямо по Корану Бей неверного Отрезай голову Это священная Их книга Будешь в районе Так это все написано И Хорошо что И плохо то что Православные Не знают Библию До конца В их толковании Хотя Два толкования На это место В войне Вот сейчас Война Военные слухи Одни говорят Она идет Другие говорят Она будет Вот Как себя вести в такой ситуации Браться за оружие Не браться Что говорить тем Кто хочет защищать Как их убедить От этого Бреха убийства Я же Это же святая война Отечественная война А деды наши убирали У нас это в крови Мне кажется Очень трудно Человека Переубидить Покуда он сам Не родится Свыше от Бога Рожденный от Бога Не грешит А не рожденный Ему надо Убивать В отместку И все Воздавать Зло На зло А то что написано Гонят в одном городе Бегите в другой Как-то мимо ушей Проходит А что мы будем бегать Что у нас Это мы У нас же сейчас Как православное государство Теперь А те враги Они не православные Они свою ересь Несут нам надо Теперь истинную веру Защищать С оружием в руках Как Как их переубедить Что это вот Я скажу А что мы Трусы что ли Предатели Мы за Христа Нам много Веру нашу сохранить И все С оружием в руках Душанов Ну все Он крест своим отца и сына и святого духа И давай шаки там Я думал он в теме Я думал как то я уже даже Написал вам в скайпе Может быть он в теме Может быть он там Прям экспертам У него там Православные Ракусь сайтом Все такие ролики Рассуждают Много рассуждают На эту тему И ИГИЛы И нос оружием в руках А иначе Они призывают Молитвы Значит он запретил Что скажете братья Ну можно Кто Сергей Васильевич Или Михаил Михаил давай А ты меня не видишь Да Я вижу Да Вы оба руки просто подняли А я это Вот сегодня ролик посмотрел С Лениной Александровной Вот ее поведение Вот истинно христианское поведение Вот с нее надо пример брать Как надо себя вести Жолнирова имеешь в виду Да Жолнирова Именно вот Она вот по христиански Она себя ведет Она именно так вот ведет Не война Идет Ничем Там Ни ябеды Ни кляузы Ничего не пишут Она молится И делает Ну Она слушает Игнатих Игнатих Который и совет Добрый дает Вот это вот истинное христианское поведение Ну чтобы было понятно Разреши я поясню О чем решить Сергей Да конечно Да 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 Она у меня была здесь Вот где я сижу Когда батюшка приезжал во вторник И она переехала из Барнаула За 90 км Село Клочки Ребрихинского района Алтайского края Это и бывшая ее родина Дети посоветовали вернуться на ее родину Ну чтобы как дача вроде была А там храм Под патриархией И вот там который священник Игорь Чернодаров Теперь его Спиридоном уже звать Это значит он уже личину сменил Он ее в храм не пускает И за что Он не объяснял Кое-как объяснил за то что она Знается со мной В храм не пускает И на улице жара была больше 34 градусов И она Каждую службу на жаре стояла Сейчас 33 градуса Сейчас 33 33 градуса мороза И она на улице стоит Каждое богослужение по два часа На улице у нее в валенках ноги И вокруг снег обтаивает Она стоит Она сказала Митрополиту нашему Алтайскому От Московской патриархии Сергию Он да что да как да ты Иди я тебя благословляю И она это благословение дорожит Что оно не есть Но священник так ее и не пускает Ему позвонили Ему секретарь позвонил Бесполезное дело Я выставил ролик Он называется Подлинный лик Московской патриархии По сегодняшний день ее не запускают в храм Православные Ни эпитемии Ни на кого не накладывают Пьяницы Сыгане Блудники Проститутки Все абсолютно заходят Ее не пускают Она приняла полное крещение Она такая искренная Бывший директор магазина Ни с кем не разговаривает Ничего не разносит Нигде нету Только за то Сказали ей Ну и как дальше быть Я говорю только стой и молись А уже подвигается к тому Чтобы ее запустить Что тут вякает там Сережа проверь там Что тут Какие то звуки несутся Вам слышно? Слышно слышно я Вот Она говорит Мы с ней разговаривали об этом Когда апостола Павла били Потом хотели выпустить А он говорит Нет Били принародно Хотите тайно выпустить Теперь Если даже священник Ну уже 9 месяцев Уже пора разродиться Как она стоит там на улице То тогда Должен ее Должен ввести ее Реабилитируя Перед всем народом Признать ошибку Патриархия вообще никогда не кается Нигде Папа Римский кается Гитлер Ушел беспокаянный Сталин не кается А это Одна и та же Система Система лжи Ну не ошибся Ну не так Ну дьявол Залез Говорится в душу В глаза под язык Ну выйди скажи Прости меня сестра Заходи Не в жизнь не сдвинуть Под страхом смерти Вот это сегодня В данный момент Вот о чем речь идет А Нина Александровна Так и стоит на улице Даже в притворе нельзя зайти Это не слыханная вещь Но она нужна Как пример показать Что из себя представляет Патриархия Сталинско-Беревская Она вся Плоть от плоти ее Ненависть Преследование Ложь непрерывная Везде И она нужна Нина Она проповедует Своим страданием Сейчас там Она православная Куда я уйду? Никуда я не уйду На улице стоит Из притвора выгнали Вот и все А митрополит Сергий Он что говорит? Сергий Иванович Он ее благословил Ему позвонил секретарь Но он сам не звонит И он ее благословил И такой радостный Она все рассказывает Ну посмотрите этот ролик Я видел Видел его В храм Он благословил зайти ее видеть? Ну конечно Притом с радостью И она сразу оповестила И священник А почему этот Спиридон то Потому что Это система лжи Четвертого сентября Я понимаю Но если митрополит скажет Он должен Он наоборот Он должен везти Он не может быть другим Скорпион не может быть другим Вы никак не можете понять Это система О еще как Они не только Он ее ведет Он и извинится И надо он Для того Чтобы остаться у места У кормушки Он и целовать ее будет везде А что мы речь? Если бы архиереда Это порода та Что извините Он будет делать все Что ему скажут Все Это от Бога Она должна стоять Этим стоянием На улице От 30 до 30 градусов Жары и мороза А она Показывает Кто в храме Эпитимии нету Ни один канон не действует Это мирская организация Совершенно мирская При том В самом худшем варианте Ну а чернец это Боже понести наказание Тут только одно молитва Нам через это Господь еще больше откроет Я убеждаю Никуда не ходи Она говорит Я никуда не думай Я православная Ну любой бы махнул рукой Да пошел ты А никуда Она стоит Ни одного богослужения не пропускает И молится И молится на улице Представь 30 с лишним градусов мороза Ну примени к себе Кошмар У нее валенки И через валенки Снег тает И проваливаются ноги Глубже и глубже До чего Я этого не видал даже Как береза весной И она как Ну зайдите на наш ютуб Или даже Это Да я видел Я видел Я видел вас Это В моем мире В моем мире Такого Такого нигде не было Никогда Они добирают до конца Игнат Тихонович Получили благословение Дальше идти А хорошо давайте По прекращению мятежа Павел Призвав учеников И дав им наставления И простившись с ними Вышел И пошел в Македонию Пройдя же те места И преподав верующим Обильные наставления Пришел в Элладу Там пробов Все или дальше Уже Что Там был он Три месяца Когда же По случаю Возмущения Сделанного Против него Иудеями Он хотел Отправиться В Сирию То пришло ему На мысль Возвратиться Через Македонию Его Сопровождали До оси Сосипатр Пиров Версианин И Списалникийцев Аристах Исикунд И Гай Дервянин И Тимофей И Осийцы Тихик И Трофим Они Пойдя Вперед Ожидали нас В Троаде А мы После дней Опресочных Отплыли Из Филипп И дней в пять Прибыли К ним В Троаду Где пробыли Семь дней Полкования И Утешек Их Слово многим Потому что После смятения Нуждались В большом Утешении Давайте Дальше Тут В комментарии Седьмой Восьмой Стихи Читай Сергей В первый же день Недели Когда ученики Собрались Для преломления Хлеба Павел Намереваясь Отправиться В следующий день Беседовал С ними И продолжил Слово До полуночи В горнице Где мы Собрались Было Довольно Светильников Толкование Тогда Был праздник Пятидесятницы И день Воскресный И Ночью Не успокаивался Павел Но Беседовал Тогда Более Выделено Жирно Подчеркнуто Так Как было Досужное Время Посмотри Как долго Говорил он Даже После Ужина Тоже эти слова Подчеркнуто Эти слова Беседовал Более После Ужина Игнатий Тихонович Дает Свой Комментарий Игнатия Разве Православные Архиереи Священники Никогда не читали Этих мест Писания Разве Они Никогда Не держали В руках Это толкование Блаженного Феофилакта Почему же Они не хотят Подражать Почему Они Сделались Такими Недосягаемыми Такими Далекими Даже В обыденной Жизни Умышленно Отделяясь От народа Своим Чванством Снобизмом Недоступностью Не Были Случаев Было На Руси За тысячу лет Когда Патриархи И архиереи Были в домах Своих Своих Прихожан И Ни с одним Никогда Из Прихожан Патриарх Не договаривается Что будет Ночевать У него Дома Его Охраняет Высококлассная Охрана НТБ И он Уезжает На Крайкомовскую Дачу Каким бы ни был Высоким Саном И эпитетами Награжден Патриарх Но все таки он Не выше апостола Пусть бы и там Но если бы он там На шикарной Крайкомовской даче Проповедовал о Христе Беседовал Тогда более Или даже После ужина Когда приезжает Архиерей В один из городов Или сел Своей епархии То он останавливается Только у благочинного Своей настоятеля И он Недоступен Для простых А вес почти Как патриарх Почти как Первый секретарь Крайкомов партии И даже более Но пусть бы и так Если Они не могут Быть иными Пусть бы и так Как всегда Многочасовые Застолья С обильными Возлияниями Так всего жить Не запретишь Но пусть бы он Беседовал Тогда и более И даже После ужина Часто ли священники Выезжая В подчиненные им Приходу Останавливаются У простых овец Бывают ли у них Эти счастливые Часы Воистину Святые И апостольские Чтобы они Собрали своих Прихожан За которых Нужно отвечать Своей душой И целую Вечностью Когда они В простоте сердца Доступные Родные Близкие Сидят за одним Столом Открывают Священное Писание Вникают В таинственный Смысл Божественных Откровений И вместе Благодарят Бога о том Какие они Счастливые Что Бог Дал им Радость Быть именно Православными У которых есть Великое сокровище Вселенских И поместных Соборов У которых Славные Святые Отцы И их Труды Что у них Есть чудесное Толкование Блаженного Феофилакта Многие Или священники Вернувшись Из поездки Домой Могут С душевной Радостью И просветленным Лицом Со слезами Сказать Что Я был Там-то И Беседовал Тогда И более И даже После Ужина Вопрос Вопрос открытый Остается На сегодняшний день Это было написано Издание 2010 года Комментарий Оставался Еще Раньше Сколько лет Прошло Ничего не Изменилось К сожалению Так Можно мне Сказать Можно Ну Я бы Сказал бы Так Чем человек Напомнил Уста Глаголят От Избытка Сердца Чем человек Наполнен То он несет В мир То есть Сразу видно Чем наполнены Наши архиереи Чего они ищут Что им надо То они В мир и несут Если бы они Были наполнены Словом Божиим Если бы они Были бы Разрождены И вот Им нужно было бы Нести Слово Божие В мир Они бы это несли Просто Вот 1987 год Я вспоминаю Когда Игнатий Тихонович Приехал в Бишкек Во Фрунзе тогда И вот Были такие Два священника Преснопамятные Помоги им Господи Отец Владимир Цветков И отец Леонид Грошев О них неоднократно Игнатий Тихонович Говорил Поминал В своих беседах Вот И Мы стали По домам собираться И изучать Слово Божие И вот этот Дух Когда Люди Тянулись К Слову Божию Изучали Разбирали Священное Писание И Пытались Наполнить себя Этими словесами Божественными Игнатий Тихонович Там присутствовал иногда Там сначала Потом он Уехал Вот А батюшки Продолжали С народом Заниматься Вот Вот это вот Продолжались До глубокой ночи Мы Собирались И разбирали Священное Писание Время не замечалось Вообще Сейчас Игнатий Тихонович Он тоже регламентирует Время У него мало времени Он час там Полтора А тогда Мы сидели По четыре По пять часов И разбирали Священное Писание Не замечали Времени Потому что Были наполнены А если человеку Это не надо Если ему нужно Вот там Приехать Выполнить Одно дело Как говорится Потраговать лицом Вот Сказать что-то такое Псевдо Благочестивое А потом Для галочки Уехать Обратно Естественно Это совсем Другое Дело Это не то Что апостол Павел Апостол Павел Он Сам был наполнен Духом Святым И нес это людям Окружающим И люди От него Зажигались Как свечи А если там Потухшая Или уголь Да и хорошо Что пусть он Лучше не пачкает Он ничего Принести не может Он может только испачкать Потому что потухшая Головешка Головешка то Зачем она нужна Ну что Походил там В одежах своих И хорошо Отслужил Литургию Причастил там Сказал там Пару слов Что там это Надо быть нравственными И К нравственности Стремиться Ну и Иди Ладно Хорошо Для Православных Тех которые Возрожденных Ничего он не скажет Он не может там сказать В духе святом А для Внешних там Для всех Для всего мира Как говорится Что надо быть нравственными 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 А для чего Даже непонятно Ну он и сказал это И все И до свидания То есть Это просто Так сказать Примета Нашего времени Но я хочу сказать Что есть И изменения Потому что В то время Вот Брать Советское время Священники вообще Не занимались Ни в церквях Нигде Все боялись И вот Даже к священнику Подойти Было страшно Опасно спросить Он боялся Что Уполномоченному Донесут И его Лишат регистрации И он все А сейчас все таки Там Где то Как то Ну и разбор Священописания Происходит Вот Среди Во многих местах Я знаю вот И у нас И Федоровской Иконы Божьей Матери И воскресные школы Открылись И нет Люди тянутся Люди тянутся Люди тянутся И появляются священники Которые Любят Священное Писание И людям стараются Донести А я знаю Что в советское время Этого не было Ну не было Потому что там Или пьянство Или вообще Глупость Какая нибудь была И действительно Лучше бы рта Не раскрывал бы Ну вот Такое было А на домах Вот занимались Священники С нами Так за ними И Бегало И КГБ И вызывали И к уполномоченному И всех И Платитамирян И все Ну то есть Страшно что было Сейчас слава Богу Этого нет То есть То есть сейчас Ситуация На свой взгляд Улучшилась По сравнению С советским временем Несказанно Улучшилась Несказанно Но Надо учитывать Что и весь мир такой Это не только Беда Русской православной церкви РПЦ Это самое Что такое творится Во всех В сербской В греческой Там еще хуже В грузинской Во всех церквях Абсолютно Абсолютно во всех церквях Я вот порадовался Единственное что В Копской церкви Вот там В это Мусорный город Священник Такой Сама Отец Вот он действительно Возрожденный Сам свыше И начал Людей призывать Там По священному писанию Там разбираться И они Стали собираться Славить Господа Вот Вот это мне Понравилось от души А так Ну Как бы Чем богаты Тем и рады Говорится Вот чем наполнены Священники Что они получили То они стараются И донести Есть такие А есть Ну 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 что-то все равно Сдвинулось По сравнению Советской властью Это День и ночь Я вам скажу честно Потому что я-то еще В 80-е годы Застал В церкви Вот И То есть Как тогда Было Как набили нас И как сейчас Эта разница просто Ну Очевидная Отошел Да Можно Я Сергей Не то чтобы возродить Но Такую Ремарку Вот смотри Сергей В Советском Союзе Запрет был На проповедь И Это активно Значит Преследовалось все дело А вот скажи Сейчас Будет такой же запрет Эти священники Будут говорить Или они замолчат Как те же Которые жили в Советском Союзе В Советском Союзе Осталась ли у них Эта свобода Или они Это от страха Опять потеряют Дар речи Я думаю Дух один и тот же Замолчат большинство Но Я думаю так Сколько пройдет Времени Успеют ли Вот как бы Вот этот вот Пустынный период 40 лет вождения В пустыне Успеют ли За это Время Вырасти новое поколение Которое Действительно Возлюбит Священное Писание Чистое Словесное Молоко Если Появится Это поколение То да Тогда Пойдут на крест И будут проповедовать До конца А если нет Если нет Будут только Митры Вот эти вот Панагерики Как бы Друг перед другом Если вот этот Дух останется Он не вымрет До конца То Возвратится Возвратится Обратно Как пёс На свою блевотину Вот в чём дело Но зачатки есть Там 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 Бывают Есть зачатки Уже доброго семени Вот как оно Взойдёт Как оно Если оно взойдёт Если вырастет То конечно Уже Будут и Столпы А так будет И гораздо меньше Гораздо меньше Разница между Той церковью Которой Царской Россией Красиво И сегодня И они Замолчали Бунтовали Всех сломали Сломали Кого не сломали Расстреляли А сегодня Расстреливать не надо Просто сказал Эпископ Молчать И все будут молчать Я знаю Ну тогда Значит ничего не изменилось Ничего не изменилось Просто Не потому что Священники стали другими Или ещё что-то А изменилась ситуация Внешняя Которая позволила Говорить И что-то начали говорить А если Не в людях Изменение произошло Не в семинаре Не в церкви А со стороны Властей Произошло изменение Вот и всё Было так и осталось Страх остался Никуда он не делся Нет Михаил Не согласен Во-первых Я никогда не идеализировал Дореволюционную церковь Из-за тех Грехов Из-за грехов Дореволюционной церкви Случилось то Что случилось И оно должно было Вот это вот Революция Оно должно было Закалить Оно бы и закалило Было бы настоящее Закалённое Как бы Церковь была бы Через огонь прошедшая Но Сталин Он вовремя Одумался И взял И подменил Одно другим И вот это уже Чтобы Не было Сказать Горящее А взял теплохладность И подменил И всё Вроде бы и церковь А с другой стороны Ну И вот эта вот Теплохладность Она как бы Она получила Ростки Она выжила И вот это вот Распространилось И Выдаёт себя За настоящую церковь И ещё Она себя За мученицу Выдаёт Вот В некоторых Можно сказать Блудливая дева Выдаёт себя За мученицу Вот И Хорошо Мы дети тех Как бы сказали Блудной девы Мы можем исправиться Сейчас Вот от нас Зависит всё А от нас Если мы сейчас Будем Да Какое-то количество Остается А нет Ну что ж Тогда Будет Так что Конечно будет ещё хуже Чем Пост Ну Кто-то Закалился Кто-то Закалился И во времена Советской власти Сергей Купков Одну минуту дай Да С Курайского форума Называется Впервые на телеэкране Совместный проект канала Спас ФМ И Радиостанции Радонеж Плюс Фабрика старцев Как готовят старцев Открываем Двенадцать монахов И молодых иереев Находятся в затворе На одном из Валамских островов Скитов Они борются со страстями Бесами И друг с другом Но только Один из них станет старцем 150 телекамер Спрятанных в келе В трапезной И в храме Будут круглосуточно Фиксировать картину Сложной духовной жизни Участников программы А известные всей Руси Духовники Духовники Научат их всему Что должен знать старец С большой буквы Двоеточие Должен каждый знать Как истово служить И исповедовать Как проповедовать Пришествие антихриста И печать зверя Как смирять И сталкивать между собой Духовный щад И грамотно разрушать Сложившиеся браки Как вызывать в ближнем чувство Глубочайшей греховности По сорок раз Говорить Господи помилуй Господи помилуй И как вычислить Число зверя С точностью До четвертых знаков После запятой Как заключать Девственные браки И создавать монастыри В миру Кто же станет старцем Это решать вам Братья и сестры Просто отправьте СМС на короткий номер 666 666 Ой, а где такая страсть Это у Кураева там опечатано Да То автор то Ну позвоните Просто наберите номер 666 Вы узнаете Где готовят Таких о ком говорите Давай вперед двигайся Значит На чем мы остановились то 666 666 Глава 9 стих 9 стих Откройте Во время продолжительной беседы Павловой Один юноша именем Евтих Сидевший на окне Погрузился в глубокий сон И пошатнувшись сонный Упал вниз с третьего жилья И поднят мертвым Павел сойдя пал на него Стоп Оттолкование потом С 10 по 13 Оттолкование Оттягчив Сном слушателя Дьявол нарушил праздник Юноша сидел на окне ночью Так велико было желание слушать И достойно удивления Что будучи юношею Он не был беззаботен И отягчаемый сном Не ушел Даже не испугался того Что его могут столкнуть Потому что он заснул Не от невнимательности А по требованию натуры Ну вот Десятый тринадцатый стих Давай дальше Или здесь остановимся Давай дальше Давай дальше Павел сойдя Павел сойдя Пал на него И обняв его сказал Не тревожьтесь Ибо душа его в нем Взойдя же И преломил хлеб И вкусив Беседовал довольно Даже до рассвета И потом вышел Между тем Отрока Привели живого И немало Утешились Дальше Дальше уже новый абзац Идет Еще считай На тринадцатого Хорошо Мы пошли вперед На корабль И поплыли в вас Чтобы Взять оттуда Павла Ибо он Так Приказал нам Намереваясь Сам Идти пешком Толкование Душа его В нем Есть Не сказал Восстанет Я Воскрешу его Обрати внимание На смирение его И на его Желание Утешить То есть На смирение Павла имеется ввиду Да? Конечно Павел же его Воскресил Получится Ну да Я вот когда читаю Думаю Ну он тут написано То есть Он Беседовал Написано Здесь Так Так До рассвета И потом Вышел А между тем Отрока Привели живого То есть Как будто Он то ли Беседовал То ли Он Себя приходил Живой Или сразу Он Как то тут Не написано Ну его Подняли Поднят И отнесли Куда то Ну поднят был Мертвым А Павел Сойдя Пал на него И сказал Душа его в нем Не тревожь Не тревожьтесь Душа его в нем То есть Он лежал Как сонный Но он Сказал Что он живой Потом Когда он Беседовал Беседовал С ними Все наверное Думали Что труп лежит Или Он Утешил Не Ну он утешил Он сказал что он жив Душа в нем Что он не умер Потом Зайдя Приломил хлеб Совершил литургию Вкусил там это Причастились они И потом уже Дальше До рассвета Еще беседовал Потом вышел А потом вышел То есть Как получается Что Во время Слова Божьего Совершалась Литургия Вот как Ну Слава Богу Как есть отец Угу А у нас Как будто Тоже мне не нравится Баснослужение А тропы Отдельное Вот Подослужение Отдельно Проповедь Отдельно Это да А здесь Вот в деяниях Как будто Все вместе И И беседы Даже не проповедь Просто беседовал Довольно Наверно Все таки Не только монолог был Может быть Ему и вопросы задавали Конечно И кроме того Мало того Там же были и пророчества И у кого Псалом был У кого пророчества были Там же У кого Изъяснение А Павел Сначала Объяснял О спасителе Люди Принимали Духа Святаго А потом уже Хлебопреломление Вот как происходило И вот У меня что Обратило Здесь написано Между тем Отрока Привели Живого Между тем Как бы Между прочим Как будто Воскресенье Это какое-то Как Между делом Что такое Главное Слово Разбирали Ну и написано Да Немало Утешились Вот Ну Я представляю Если бы я там был И увидел бы Мертвого В соседней комнате Человек Да он не мертв Он это Преломление Хлеба Люди Прочищаются Как вот такая ситуация Я не знаю Как бы Я верю Что все так и было Как написано Но Согласитесь Ситуация Такая Непростая Не Не Всякий раз Увидишь Когда Мертвые Воскресают Наверно Смерть Это Самое главное А главное Это Потому что Они же Ну как и мы тоже Что Верим Что смерти нету А есть Будущая жизнь Беда в другом Что у нас нет той благодати Того дерзновения И той веры Что было В то время у людей Вот Вот Это вот наша беда Что мы настолько Не что он засыпает, ну пошел бы там подремал. Нет, он свалился, как бы так свалился, что... Не, ну а что, юноша сидел, слушал, правильно. Здесь ничего удивительного. Сидел, да, парень сидел, слушал ему, и он, так сказать... Из-за его стараний. Я-то когда раньше читал, я думал, что он все-таки умел, а утр упал-то от того, что... Ну как, сидишь на лекции, засыпаешь от невнимательности. А здесь там толкователь четко говорит, что нет. Он был внимательный, но природа взяла свое, и он все-таки уснет. И... Стал уснанным. Вот. Обычно это он распит на лекции, значит, ему это не надо. А здесь толковательному по-другому распал. Может, он просил Божий еще был к этому, чтобы показать? Воскресили его, видно, значит, за его рвение, за желание послушать Слово Божие, он, да, суть, ему продлил жизнь. И люди-то немало утешились, что... Я думаю, он упал и упал для того, чтобы явилась Слава Божия. Да, скорее всего. Так, ну что, у нас время закончилось. Остается время на вопросы. Хорошо. Запишем, что вот с 14 стиха... Игнат Тихонович, вот у меня кассеты остались, но они в плохом качестве, но ваше там объяснение священного писания просто уникальное. У вас не сохранились эти беседы? Ответить мне очень трудно, потому что архив у меня сохранился не весь, и еще не распакованно. Если я буду печатать его, что у меня были беседы, встречи с писателем или там с кем, тех лет, то это будет, ну, примерно на 10 томов, по 750 страниц. Две с половиной тысячи часов, даже больше того. Ну, вот и решайте. Я веду занятия в университете, только в одном, по 4 часа каждую неделю. 4 часа, 17 лет, умножь. И один человек ходит и записывает, и записывает все занятия, а потом, говорит, я уезжаю или что-то, и принес большую коробку этих, на уже не на этих катушках, а на действительной, ну, были кассетки небольшие. Лежат еще не распакованные. Кто возьмется за это дело? Если бы кто-то взялся за это. Вот там как раз было, мы начинали занятия всегда с пением, ну, придем, нам аудитория, там, 410-я корпусовая, иконы стоят в аудитории, и начинаем петь Царю Небесной. А после этого я вступление делаю 20 минут, объясняю молитву Царю Небесной. И таких проповедей, объяснений этой молитвы, у меня на 60 проповедей, объяснений одной маленькой молитвы. Вот сколько людей уже просят это изобразить как-то бы, ну, в аудио или как, я ничего не могу сделать. Кто бы нашелся, я бы отдал. Отцифровать их просто надо, да, в аудио, в электронный формат. Мы же отцифровали, прямо у меня на дому, с катушек. С катушек. Когда еще Егор был, он этим занимался. Ну, как это сделать, я не знаю. Не знаю. Помолиться об этом, дело-то хорошее, выставить бы вот эти вот занятия, аудио, интернет. Они просто неповторимые. А можно было бы, ну, просто в орден набрать, книгу издать, как угодно можно сделать. Но лежит все мертвым грузом. Они в КГБ, когда брали у меня, они искусственно размагничивали пленки и концы, ракорды отрезали там, с какими-то метрами. Но все равно сохранилось очень и очень много. Я ездил по всей стране с магнитопоном. И везде были проповеди, и на территории Кремля, в соборах, в Третьяковской, там, в Зансакиевском соборе, в Эрмитаже, в метро. То есть трудно поверить даже, где не было. Вот сейчас с одним, кто со мной ездил, это, вот он здесь живет, сейчас переехал из Москвы, Гордеев. И мы с ним беседовали, это будет, на той неделе я выставлю ролик, беседы с ним. Ну вот, пока никто не берется за это. Что для этого надо? Вот, монитофон нужен, еще компьютер нужен. Надо помолиться, чтобы человек нашелся грамотный, который мог отцифровать. Помолиться, чтобы Господь послал человека. Это может оцифровывать аппаратуру, собственно говоря, тут надо время, и человек так и понимает. Да, катушки и кассеты, на таком и на таком. В прошлый раз, когда хотели оцифровать, я насчитывал в 80-е годы, 12 томов Яна Затауста, насчитанная Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, 12 томов Дмитрия Ростовского жития, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория, ну 50 книг я насчитал аудио. И вот, никто не брался, пришлось самому все это делать. Ну, немного помогали, Сергей знает, кто помогал. У меня уходило, вот что интересно, я замещаю, дневники все время веду, вот, осифровываю, у меня ушло 16 часов в день я записывал, следующий день 18, 20, в конце недели у меня получилось в один день я 24 часа записывал. И вот стоя, остановлюсь, глаза открою, не знаю, где я нахожусь, чего, в какой-то момент себя прохожу, а, а, я вот я, тут магнатфон записывает. До кухни дошел, опять уснул, и все равно было сделано. И сейчас это выставлено на нашем сайте, сайт «Восвете Библии», в аудио. Беседа с Александром Менем там очень хорошая. Вот сейчас на нашем ютубе кто-то обрабатывает, по одному житию выставляют. Ну так, иконы приближаются, ну просто в ютубе в конце, посмотрите, каждый день выставляют жития на считанные в 80-х годах. Такого в интернете вообще нигде нету. То есть все единственное уникальное. Можно списать, и дорога ехать, и слушать. Представьте, 12 томов Златоуста. Да ты никогда их не прочитаешь, почти наверняка. Да. У меня кассеты, там слышно, как собаки лаят, петухи поют. И о священстве, об иконах вы это объясняете. Ну так, это просто, ну, слога мне нету этого сказать, что как это вы хорошо, это просто и ясно, это все оттолковано. Ну понимаешь, как вот приезжали ко мне с разных республик, тогда же страна-то была не такая. Они приезжают с сектанты, с Латвии, до Дальнего Востока. Приезжают специально командированные люди с вопросами на бумаге. И теперь он вопросы эти засчитывает, а я ему пространно отвечаю. Печатать-то нельзя было, нигде ничего не было. Отмечаю, теперь с этой пленки снимаю себе копию, а он с этой пленкой выезжает. Одна катушка, 375 метров, 8 часов 20 минут. Намного это или мало, 8 часов. Ну, 24 часа это Новый Завет весь. Вот и считай. 96 часов полная Библия с неканоническими книгами. 86 часов архипелагула, 3 тома. Ну, я просто насчитывал, у меня до одной секунды известно сколько. И все это распространялось, потом переписывалось. Вот я беседую, вызываю прокуратуру. Я тайно записываю, тайно. Вот этот микрофон в бороде, говорит, и через рукав проходит. Были мастера такие. Удивительные были беседы. Вот брошюра встречается, баптизм называется. Пишет Митрохин Лев Николаевич. Там писатель такой. В Москве. Я еду, ищу его, нахожу, записываю тайно наши беседы. Или в литературном институте я нахожусь. Розов. Такой был очень популярный драматург. И у него я беру интервью официальное. Тоже записано. То есть, тех людей уже нет. Но оцифровали мои беседы неоднократные были с Александром Менем, священником, которого убили. Ну, остальное никто не сделал ничего. А эти сразу в эфире появились. Они сейчас в интернете распространяются. Беседа с Александром Менем. Там столько удивлений. Ну, представь, такой знаменитый человек, и я там лапоть какой-то перед ним. Но когда до конца дослушают, мнение людей меняется начинает. Мы всякие вопросы разбирали. Вплоть до того, что может ли у нас быть патриарх евреем. А он-то еврей был. Он был наделен юмором. Человек с энциклопедическими знаниями. И как мы с ним беседовали. Вот, я тогда ввел тут три радиопрограммы, и пришлось тут пропустить по Алтайскому радио. Так на меня столько нападок было. Как вы можете спорить с таким человеком? Я говорю, я могу, а вы не можете. Вы не имеете права. Почему? Почему я говорил с живым? С живым на квартире в Москве. А вы что будете только мертвого льва пинать? И он мне отвечает на каждый вопрос несогласия. А сегодня показано, кто прав. У меня еще беседы, проповеди, нераспространенные Александра Мения. Кажется, 16 часов записаны. Часов. Дальше. Вот, умер недавно диссидент. Он отсидел 7 лет. Отец Глеб Якунин. У меня беседы с ним. Беседы. Он отвечает на задаваемые вопросы. 16 часов. И когда я вернулся в Алтай, сюда приехал. Ко мне на работу сразу приехал полковник Никулин Юрий Михайлович. Настоящий интеллигент. Он мое дело вел. Прекрасный человек. Он говорит, дадите пленки? Я говорю, никогда. А как прослушать? Ну, тащите магнитопон. Он принес, да я не раз что сказал. Я же сторожем работаю. Не, может прилечь где-то. А он как сыщ. До утра сидел и слушал. И обмотался по двору. Но он докончил, когда слушает. Да, великий мудрец. Эти пленки тоже еще нигде не стоят. То есть у меня сокровища лежат неслыханные. Умершие люди эти уже. За миллиарды людей теперь нельзя это сделать. Их нет людей этих. Ну вот, помолитесь, чтобы Господь нашел человека, который действительно желает потрудиться в поте лица. Ну, это же надо там жить, в Барнауле. А я дам пленки. Если хорошо человек проверенный, я дам. То есть представьте сколько. Только в одном университете я 17 лет вел занятия. А я же в пяти университетах вел. В школах. Три радиопрограммы. В воинских частях. И многое записано. Во всех отделах милиции. На пабликах, в заводах. И темы не повторялись. Не повторялись. Это Господь давал. Вот я приехал в Новосибирск. Сестра живет. Ну, я редко подвигаюсь на путешествия. Ну, тут сына берут в армию, дочь. Замуж выходит из школы. Разрешила у них проповедовать. Ну, тогда я поехал. И они три класса в один класс сбивают. Парты там наставят. По стенам. И со мной уходят завуч. И она после недели. Через коридор перехожу. Опять два-три класса вместе. И в течение одной недели я всю школу успевал обходить. Она говорит, я хожу с вами всю неделю. И вы везде сначала делаете вступительное слово. И говорите об одном. Но всегда по-разному. Как это может быть? Я говорю, вот я захожу. Я первым делом вижу, что на стене. Две картины. Гея и Рембрандта. Я мгновенно их соединяю. И начинаю на эту тему говорить. Захожу. Написано. Экономика должна быть экономной. Я начинаю говорить об экономии. Вот зашли там. Я говорю, какой урок был? Литература. Проходили Тургенева. Все, я говорю, воспитание родителей и детей. То есть тема вокруг. Буквально напичкана все. А как это может быть? Понятия не имею. Бог дает. А который ничего не делает. Они могут только кричать. Ну и пускай кричат. Дальше слышно будет. Я 53 года на этом стою. И сам не знаю откуда, что Бог дает. Просто дает и все. Надо людям это передать. Да. Я когда слушал это, проповедника, я просто влюбился в него тогда, помню. И если... Я бы, конечно, с удовольствием взялся. У меня даже время есть. Что-то мне говорят. Работа такая, подходящая. Вот только как это организовать все? Аппаратура должна быть. Магнитофон должен быть, который накатушечный. Один магнитофон я мог бы дать. Маяк 302. Ну да, маяк 205. У него три скорости. И катушки могут быть даже по 750 метров. 525 метров. Большие катушки. Она одна звучание было 12 часов. Это вообще был просто выход. И мы наполнили буквально всю страну. Речь шла о сотнях, если не тысячах экземпляров. У меня день и ночь работал от одной кнопки 12 магнитопонов. На скорости 19, а слушать на 4,7. И две дорожки в одном направлении. Туда-сюда все. Пленка готова. И составлять надо было каталоги, сопроводительные документы. На каком метре, на каком размере, что слышно. Это вообще даже выразить нельзя. Иногда я месяц-два вообще не ложился на постель. Просто сижу около магнитофонов, задремал и все. А сколько нужно магнитофонов? Простите, что перебиваю. Сколько нужно катушечных магнитофонов? Если сегодня один. Но тогда-то я делал, тиражировал на одном месте. Нет, я имею в виду для дела. Вот Михаилу один вы даете, а еще сколько? Все, ему больше не надо. Но ему же еще и кассетный. Я дам только до катушечной. Ну что не ладно, дам головки у меня сохранились. У меня же все было арестовано, изъято. Конфискованное. А возвращать нечего. Но вот 11 лет судился, высудил вот это в центре города 13 соток и два дома. В частную пользованность. Все. 11 лет шел суд. Общий иск был 11 миллиардов рублей. То есть это все уникально. Такого не было. И когда выиграл, приехал мэр города. А мэр наш входил в десятку лучших мэров. И лично тут уже фотографировали. Центральная наша газета «Алтайская правда» корреспондент был. Приехал его советник. И все сфотографировали, и теперь эти фотографии там есть. Мы по рукам ударили, поцеловались. Это Бог все сделал. Какие были люди задействованы. Верховный суд СССР. Президиум. Кому я высылал после этого книги, годы искал их. Никто не верил, что выиграю процесс. Это невозможно было стронуть с места. Господь стронул. И депутат, и представитель президента тут был. Все подключились. Все. Русские и нерусские. Говорят, евреи, жиды. А мне, евреи, как раз и помогали. А, так ты продался жидам. Ну, то есть, такое трафаретное мышление. Бог подвиг своих детей Авраама, чтобы помогли, слово было известно. Ну, нельзя так. Ну, просто никак. Как что не услышат, так сразу осуждают. Могут только верить в то, что сами могут сделать. А сами ничего не могут сделать. Значит, и веры никакой. У нас книга, для слова Божья, не тус. Там многое написано. И там фотографии есть, как меня арестованного ведут. Из зала суда. Прекрасное время было. И баптисты, и все у нас заказывали. И начитанная Библия, и все. Даже за границу все это пошло. Ну, а когда уже начали аресты тут везде, тут только ноги подставляют. Вот как люди были наставлены. Следователь говорит, первый раз встречаю. По всем республикам людей допрашивают. И ни одного, нигде не согласия нет. Все отвечают одинаково. А так как вы могли так отрихтовать людей? А говорить правду ничего, кроме правды. Единственное правду. Потому что лжец должен иметь хорошую память. А если не сходится? Вот вы говорите так, а он так. Кому верить? Я говорю, им верить. Им, не мне. Потому что я тысячи пленок дал. А он получил всего-то 200. Он знает, где получил. Вопрос-то в чем состоит? Голос мой доказали, экспертизу брали. Приехали с магнитофоном. Там свидетели рядом сидят. Я начитываю. И потом сверяются на технике. Я ли, мой ли, голос. А тут говорить ночной, это боевики ставить надо. Как мы ночью бежали по сараям. Там прыгали с улицы в улицу. Как КГБ насловило. Как вывел людей. А уже у меня в доме запечатанных. И никто не знал. Комната 12,8 квадратных метров. Вместо с кухней. По стенам. И они 12 часов обыск ведут. Щупами в каждую щель толкают. Куда я вывел людей? Через потолок или через пол? Понимаете? Все приходилось узнавать. И как мы бежали в тумане. Как распределили людей. Когда выходить надо было. И какое у нас оружие было сильнейшее с собой. Они караулят. А выходить надо. В какое время выходить? Высчитывали до полчаса. Пол четвертого. Ну и как? Впереди становится самый сильный. Берет полное ведро. Мы же запертые. 12 человек там мочились. И первым делом ты спотыкаешься. И на первого же это ведро что попрокидывал. Пока он отряхивается. Мы по разным сторонам подвое. Как товарищ Ульянов Владимир учил. Вообще. На один сарай прыгнули. И сарая. Во дворы бежим. Но в темноте-то не видно. Что там проволока натянута. Поперек по ней собака большая бегает. Ну я-то промежал пониже. А тот-то выше ростом захватил. И всей грудью тянет эту проволоку-то. Собаку-то из конуры-то он вырвал. А проволока-то дотянулась. И его отбросило назад. Он прямо на собаку-то и рухнул-то. Мы на той стороне только выскочили. Ну нас тут и повязали. Я говорю, а вы что гражданские лезете не им лицам? А мы повыше милиции. Ну а дальше уже допросы. Знаете, как все это вспоминается? Да, есть что вспомнить. Да, так мы прятали где? У меня было шесть в комнате на 12 квадратов. Шесть тайников. И нашли только три. Я радуюсь почему. Один мексиканец заработал деньги. И взял, привязал их к ноге там. А его поймали на дорогу, чтобы быстрее бежать ногу. Отрубили до колена. А он в больнице лежал и радовался. Говорит, отрубили-то не ту. Деньги-то на этой ноге. Так и я. Так и Щехова. Телега задавила. Он в больнице лежит и хвалится. А тут написано, одного придавила телегой. Так это я. Так Михаилу что нужно для того, чтобы... Значит магнитофон есть, Юрий Владимирович, а еще что? Я тут магнитофон. Кассетный магнитофон. И чтобы куда переводить теперь, оцифровывать. Это сложное дело. Даже какие провода перепаивать там, что надо будет. Я так просто-то не дам, пока не будет все готово. Ну, понятно. Все находится в одном экземпляре. Никакой порчи быть не может. Порчи это полное уничтожение фактически. Каждую пленку надо по инструкции два раза прокручивать. Снимать электромагнитное напряжение. А они у меня прятали под землей. Температура хранения должна быть от 5 тепла до 15. А они 30 градусов мороза, 30 градусов жары, закопанные в земле. Прятали там и под конуру, и под дровяники, и везде искали. Они не могли найти. Ну, ясно дело, какие пленки. Это бывает где-то и плохо слышно. Ну вот, зайдите на наш сайт. Сайт во свете Библии. И вы там прослушаете вот эти практически 50 книг засчитанные. Нигде в интернете этого нету. Нигде. А сегодняшний день. Ну, когда я вернулся из заключения-то в 87-м году, ну, тут когда уже пошли компьютеры, я заново дерзнул пересчитать. Но уже на компьютер. Поэтому запись Библии с неканоническими книгами только одна, сейчас в интернете такая. Другие там есть как-то. И архипелагулак. Вот две книги я пересчитал. Ах, много это или мало. Ну, Библию возьми. Полная Библия от корки до корки. С неканоническими. 77 книг и архипелагулак. Три огромных тома. И все это я насчитал заново за 30 дней. А человек за жизнь Библию не может прочитать. Так это не считать, а начитывать. Центонация. Не пропускаю ничего. 30 дней. Вот вообрази, сколько это. Значит, 80... 60, кажется, 8 часов. Архипелагулак. И 90, кажется, 6. 89 и 60. Полная Библия. Вот и все. Самое трудное, что в моей жизни пришлось считать, это Исаака Сирина и Симеона Нового Богослова. Абсолютно невозможно считать. Абсолютно невозможно. Я днем никогда не ложусь спать. Но начитывая их, я несколько раз, 4-5 раз в день ложился. 15 минут, чтобы мозги восстановились. И все время было, как у Серафима Саровского, говорит, с нитки. Мед на теплой воде. Это такая глубина. Их не зря называли. Ангелы во плоти или человек на небе. Другой раз. Вот есть такое стихотворение, я попутно скажу. У Гавриила Романовича Державина. Поэма «Бог». Ода «Бог». И Кюхельбекер, когда получил ее, революционер, он говорит, да полно тебе. Да понимал ли, Гавриил Романович, что он написал? Настоль возвышено это стихотворение. И вот я хочу сказать об этом Симеоне Новом Богословии Исааке Сирине. Да понимали ли они, что говорили? Некоторые даже не знают, что Пеофан-Затворник канонизированный не решился переводить Симеона Нового Богослова. Все. Я впервые узнал этого архиепископа Василия Брюстельского. Он не решился по одной причине. Если люди православные узнают, все поймут, что мы неверующие. Мы никакие неверующие. Нас в храм не надо запускать, не только к чаши. Это Пеофан-Затворник говорит. Я это понял, когда читал. Я читаю что-то неземное. Настолько требования стали большие. Каноны, которые на 18 лет отучают за колдосток, как и Шпировского, и то кажутся не столь великими. Вот как. Каких православие имеет гигантов духа. Поэтому любые сектанты, какие были бы нехорошие, до этого уровня никто не поднялся и не поднимется. Вот братья, они некоторых, я слышал, что они сетуют, что хотели бы слышать от вас объяснение Священного Писания. А вот в этих кассетах как раз вы объясняете вам... Да, да, да. Мы проходили 5-летний курс был в университете. Это полностью Новый Завет по Болженному фифилахту, а дальше я даю подробное разъяснение при ближении к сегодняшним дням. Полностью весь Новый Завет с откровением и противосектантские беседы. И из Ветхого Завета песня песней. Вот. Тогда не было еще это толкование, собрано по всем святым отцам Геннадия в пасто. Не было. Я долго гонялся за этой книгой толкования. Толкование, я узнал, есть она. Я узнал, где есть. Новосибирский. Поехал туда. Тогда, кажется, там где-то и был-то. Вот. Узнал, где. Нашел людей. Это оказалось, что они немцы. А ей долго не могли ее достать. Достали. Оказалось, у нее нет ни начала, ни конца. И написано готическим шрифтом. Еще стихотворение. Я тут же засел заново. Восстановил язык, знание немецкого языка. Перевел ее всю. И что там сектантская есть, уже знал где-то. Это пропускал. Остальное на машинке отпечатал и преподавал уже в университетах. Понимаете? Вот говорят, преграды. У меня в жизни не было преград никогда. Какие это преграды? Язык выучить, да что это за преграды? Там стихотворение, в стихотворной форме по-русски перевести. Это желание Бог исполняет. Внезапно осияет тебя свет и только успевает писать. Вот я кому говорю, да недавно разговаривал уже с поэтом. Он, а как это может быть? Я говорю, вы видели стихотворение Пушкина? Вся испещренная. У меня не стихотворение, а пропаде в стихах. Все они у меня по 9 куплетов. По 4 строчки. 36 и 3467 стихотворения. Пачки продают бумагу, 500 листов. Но 3400 и 3500. Это получается 7 пачек. Исписаны карандашом. И ни одной помарки. То есть, как будто на шестую пишу. Ты посчитай. Это получается чуть ли не по 2 стихотворения в течение 9 лет. И было написано. Вот и все. Как это было? Понятия не имею. На молитве одну строчку я себе мелькнула в глазах. Записал. Все. Дальше уже сажусь, а рука сама пишет. А может ли быть? Понятия не имею. Я уже не пишу давно. В один день все отстал. И на проповедь не стал выходить. Нигде. Ни на радио, ни в университетах. Нигде. Осталось только молитва и форум. То есть, интернет. Готовлюсь к смерти. 10 лет и смерти нет. 7 лет. За вас молятся. Не хотят, чтобы вы умирали. Вот я на утром пошел тут как-то уголь нагребать-то. А время 5 часов. Темно-темно где-то. Свет почему-то не загорался. Я уголь-то набрал. А из угля-то шагнул. А подальше стоят ведра. И я запнулся и рухнул туда. Вниз. А ведра-то стоят. А по краю-то развез бы все. Но между ведрами головой ударился в землю. И не задел ни одно ведро. Первым делом снял шапку. И в темноте стою. Господи, да кто же так за меня молится-то? И вот сейчас низверство с такой высоты рухнуло. Лежу и к шее повернул. Все везде. Ничего не переломило. Это когда было? Позавчера. Позавчера только я рухнул с крыши-то. С лестницы. Опять. Лежу еще в снегу. Еще весь заваленный снегом. Господи, да кто же так молится крепко? Понимаете, какая счастливая жизнь. А если бы я убился, да по всей стране или за границей сейчас бы были молебны с водосвятием, благодарственные. Сколько противников-то у меня. Для нас бы это было горе. Да ну, конечно, горе. Что же. Игнарий Тихонович, вот вы там просили фильм там прислать. Гром ярости вроде бы. Да, уже посмотреть начал. Благодарю. Я же сказал в самом начале. Прислал вам. Прислал. Благодарю. Я же сказал, что какие у нас собеседники умные. Это задал вопрос, который никто не ответил. Вдруг ответ поступил уже через день от вас. Я вам благодарен. Спасибо. Ну ладно, слава Богу. Зайдите на наш сайт. Этот, что говорю, YouTube. Видеоканал нашего открытым оком во свете Библии. И посмотрите последние выставленные ролики. Вот этот вот. Подлинный лик в Московской Патриархии. Я с ней беседую с желтной раниной. Вам это очень-очень коснется. И помолитесь. Особенно хочу обратить внимание, что все обращают на тех, кто окружает Нину Александровну. А хочу обратить внимание на то, какое ее поведение. Именно вот на ее поведение, на ее отношение ко всеверной ситуации. Вот она настоящая христианка. Да, да. Ну, как говорится, друзья. И она рассказывает, как пришла на занятия, услышала. Как первый раз сюда пришла. У нас же как, мы молимся. Дежурный закрывает калитку на засох. И один дежурный еще и в ограде бывает. В этот день она уже избилась, но книга у нее уже была для Слова Божия не туз. И она встала. Я должна их найти. Но где-то под какой-то фотографией был адрес. Она, давай искать, и нашла эту книгу мою. У нее она уже была купленная через других там. И поняла, где находится. И она тут в темноте пришла. Утром рано было, я не знаю, зима, видимо, была. И калитка оказалась не закрытая. Она в храм, и храм не закрытый. А уже литургия-то идет-то. Но она тут у нас как бы ступенька поднимается уже в сенках-то. Она запнулась, говорит, ты головой ударил эту дверь. А Михаил-то у нас эконом-наблюдатель-то. Он открывает дверь, ее заводит. Помог раздеться. И она еще не поймет, где она попала. А дальше уже то, что она искала, она получила. Потом приняла крещение. Вот так. Она самая ревностная, искренняя. Проповедница. Вот. И у нее муж сейчас болеет, Виктор, звать. Он был на подводной лодке два раза облученный. Ты у нее с позвоночником неладно. И она там живет. Я говорю, тебя муж, Виктор Матвеевич, наверное, смеется, скажет, да стукалась, наконец-то выгнали тебя из храма. Нет, говорит. Я ухожу, и ему... А он такой слабенький верующий. Витя, благослови, он иди с Богом. Ее все жалеют, что она, представь, 30 градусов мороза, она стоит 2 часа. И молится. Она просто стоит, она молится, кланяется. И проходят люди, спрашивают, что... Виктор Матвеевича мне не положено в храме быть. Ответ-то какой дает. Принимает как от Бога. А папа этого жалко. Как он будет отвечать, а? Он не верующий. Еще как он будет отвечать? А то уже... Отвечать придется все равно. Тем более, что он изгалялся так над христианом. Архиерей уже не раз звонил. Архиерей, не архиерей, а секретарь епархии-то. А ему-то сказал архиерей. И она, стою на улице, я дорожу, я так дорожу благословением моего архиерея. Архиерея Московской Патриархии. А то мы не признаем. Он ее благословил в Потеряевке, когда он приезжал, и она в это время к нам приехала. И он не понял ее, что она хочет в храм. Да как? Да меня в храм не пускают. Владыка, благословите меня в храме быть. Да Бог благословит. У него улыбка с лица не сходит. И она всем сказала, повестила, попова уведомила, а он все равно не пускает. А даже все она видела заснято в Потеряевке. Да. Даже как она подходит к архиерею, все заснято. А то, ну, правда стопроцентная. Но в этом Господь показывает, я так и назвал, подлинный лик Московской Патриархии. Мстительность. Непрощение. Ложь непрерывная. И Пикиня не действует ни на кого. Ни на аборт, ни с никого. А на нее действует. Почему? Она знает со мной. Значит, чего там и стоим? Стоите, стоите. Что так? Все, Сергей, давай прощайся. Да, все, уже можно заканчивать. Молиться будем? Куда-то убежал. Он за собачками пошел. Ко мне пришел человек. Все, все, Сергей, заканч. Давайте помолимся из Бога, мы отойдемся. Хорошо, давайте молимся. Царю Небесу. Укрой это. Богостой на есть. Богостой на есть. Стоит поиск, Бога истину, Пожарить я Богу Родицу, Преснавая и тряпочную, И ватень Бога на счет, Честный, что и херовим, И сломящую, без сомнения, Серафим, Не засусти я Богу Родицу, Пожарить я Богу Родицу, И сломящую, И сломящую, И сломящую, И сломящую, За наши грехи, И омывшую нас кровью Твоей причистой, О чем мы рассуждали, Устрой как угодно Тебе, Научи нас слышать Голос Духа Твоего Святого, Чтобы воля Твоя Святая Была услышана и исполнена в нас. Мы просим о болящих, Парализованных, Покинутых, Плененных и убиваемых, И их прими в обители вечные. Между нами добей будет мир, Любовь и согласие по слову Твоему. Даруй мир Израилю, Россию, Украине и Сирии И сохрани правителя от покушения, Дабы мудрые издавали законы Для народа Твоего. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Там рыба не другой. Спасибо, Господи. Алилуй. Спасибо, Христос. С Богом. С Богом.